Владимир, как происходит процесс исполнения желаний? Речь пойдет о том, что есть организация, или как устроен вообще мир, пространство, и какое место мы в нем занимаем, как это должно работать. Если у нас есть понятие сознания, значит в этом сознании происходит образование, как я понимаю, образов, да, то есть как эти образы появляются, или как они образуются, точнее сказать, наверное, история, в общем-то, может много о чем-то там говорить, но я думаю, что это и есть то понимание Бога, или Создателя, поэтому искра, мысль, там еще как-то это назвать, я думаю, это исходит именно оттуда. И следующий момент, кто и что улавливает вот это состояние, этой мысли, этого образа. Я думаю, что все устроено, как у нас раньше был фотоаппарат, где у нас была пленка, и эта пленка опускалась там в проявитель, закрепитель, там фиксатор и так далее, и так далее. И я уверен, что именно так у нас и происходит процесс, когда он сначала фиксируется, то есть как образ, а потом он уходит на другой план, где происходит, можно сказать, реализация или материализация этого процесса. То есть я думаю, что у нас есть ментальный план, астральный и физический. Вот, скорее всего, вот в этих областях и происходит так называемая материализация или реализация планов наших мечты и так далее, и так далее. Основным вопросом, я считаю, здесь является, какой материал, какая материя находится в пространстве. Если мы будем говорить о том, где и когда-то там при Иисусе Христе, скажем, пространство, как оно было организовано, тогда можно было говорить о том, что ты мечтаешь, и это может исполниться. Почему? Потому что не было элементов, которые засоряли эфир, засоряли, ну как бы забивали, можно сказать, пространство. И по факту все те благие намерения творческого состояния, там еще кого-то, они практически были уничтожались на корню, и энергия воровалась, то есть преобразовывалась и воровалась за счет негатива. То есть дальше перестраивали пространство на войну, на недовольство, агрессию, убийство и так далее. То есть по факту пространство переформатировали. Поэтому если говорить чисто о образовании образов и материализации, то у нас были сказки, где там Василиса, это какая-то там из рукава там махнуло, озеро там на другом махнуло и стол накрылся с катертью, там с едой. То есть речь идет о том, что такое материнское пространство и как оно с нами созвучно и как оно работает. Вот я считаю, в этом и кроется процесс. Еще одним моментом является это намерение, можно сказать так. И чем оно чище и точнее, и яснее, я думаю, что как раз таки и исполнение будет гораздо точнее и быстрее. Вот так.